Этого дня ждали долгое время. Еще до премьеры киноленты разговоры о ней не утихали. Интерес подогрела и недавняя новость о том, что кинофильм «Саяк Бай» завоевал награду на Монреальском фестивале. И вот теперь картина предстанет на суд отечественных зрителей. Конечно же, очень волнительно присутствовать во время презентации этого фильма, тем более картина уже получила очень престижный приз. Картина специфическая, картина сугубо национальная. Она передает именно какой-то наш менталитет, наш внутренний мир. И было очень, ну как бы, с осторожностью отнесся к тому, а как поймут ли вообще, примут ли, пригласят ли. В основе сценария лежит встреча двух важных в отечественной истории персон – великого монасчиса Экбая Каралаева и не менее значимого деятеля мировой культуры Чингиза Айтматова. Роль известного писателя досталась его сыну Эльдару. Уже позже, обращаясь к зрителям со сцены, режиссер расскажет, что на роль Чингиза Таракуловича пробовалось много известных актеров и даже пародистов. Но только сыну удалось так достоверно передать образ отца. Между тем, сам Эльдар Чингизович признается, что чувствовал особую ответственность перед создателями картины, общественностью и, прежде всего, перед памятью о своем отце. Я долго думал об этом, смогу ли я вообще исполнить такую роль. Первые дни, когда мы встречались, обсуждали, я понял, что мне хочется участвовать в этом фильме, но я не был уверен до конца, смогу ли я выполнить то, что возложено на меня. Было и страшно, и интересно, с другой стороны, играть своего же отца. В кинозале аншлаг. Для собравшихся ставят дополнительные стулья, но люди стоят даже в проходах. И так будет на протяжении всего показа. Волнение актеров и предвкушение зрителей. Гаснет свет и начинаются первые кадры. Здесь все слилось воедино. Красивая природа Кыргызстана, не уступающие по красоте люди, юрты, лошади и, конечно же, музыка. О ней еще не раз скажут впечатленные зрители. Высокий уровень операторской работы вместе с потрясающей игрой актеров буквально уносит зрителя в эпоху жизни великого сказителя. Главным исполнителем роли самого Сайгбая Каралаева стал Мараджан Талии. Фон сыграл Манасчи в его зрелом возрасте. Этот период жизни в большей степени и отображен в картине. При этом авторы постарались передать максимально полную его биографию с самого детства. Ребенком главного персонажа, к слову, сыграл уже известный юный Манасчи Умю Деолётов в более зрелом возрасте Бактебек Нурматулу. Каждый из них отобразил наиболее важные события в том или ином периоде жизни легендарного сказителя эпоса Манас. Меня пригласил Эрнест Байке. Предложил попробовать себя в роли Сайгбая Каралаева в детстве. Я переживал, но у нас все получилось. Я очень благодарен всем и особенно Эрнесту Байке. Финальные кадры и оглушающие овации. Зрители аплодируют стоя. Для всей кинокоманды это лучшая похвала и настоящее признание. Зритель понял, проникся и оценил. Музыка Дяк-Темара. Музыка мне понравилась. Природа. Все очень красиво. Костюмы у всех красивые. Мне очень понравился фильм. Действительно, фильм очень хорошо был снят. Я думаю, что этот фильм поднимет наши патриотические чувства и дух нашего народа. Еще долго все будут обсуждать, делиться впечатлениями и пересказывать друг другу и сюжет фильма, и само мероприятие. Но главное то, что картина не оставила равнодушным ни одного человека из многочисленных зрителей. Ну а те, кто не сумел попасть на премьеру, смогут увидеть кинофильм «Сайгбай» в любой другой день во всех кинотеатрах столицы. Сабина Дамаскина, Александр Симонов, НТС.